Доброго дня, меня зовут Юськевич Ольга, я старшим инспектором патрульной службы Всем привет ребята, у нас классическая ситуация, две новости, одна плохая, одна хорошая Хорошая новость в том, что госпожа Юськевич покинула пост начальника патрульной полиции города Харькова А плохая новость в том, что ее назначили советником Хатии Деканаидзе, то есть советником главы национальной полиции Голова национальной полиции запропонувала мені працювати поруч с ней, для меня это велика честь Станово сьогодні я уже занимаю посаду радника главы национальной полиции, я уже в штате, я написала заяву Ну и я решил заглянуть все-таки в личное дело Ольги Степановны Юськевич В 2009 году она окончила академию городского хозяйства в Харькове Получила специальность инженер-эколог, преподаватель высшего учебного заведения, магистр экологии То есть Юськевич у нас эколог В 2014 году она закончила юрокадемию Харьковскую имени Ярослава Мудрого Но поскольку я вот смотрю с 2009 по 2014 год она также вела трудовую деятельность То есть я так понимаю, что закончила юрокадемию, она заочно, то есть она юрист, теоретик, заочник Вот, и после этого она пошла в полицию Я так понимаю, меньше чем за год стала начальником управления патрульной полиции города Харькова А потом стала и советником Хатии де Канаидзе То есть все мы понимаем, Юськевич у нас юрист, теоретик Она не начинала с низов, с самых низов юриспруденции Не готовила документы, наверное, не занималась судами никогда Никакими спорами, ни гражданскими, ни административными, ну, не тем более уголовными И вот так вот сразу из грязи в князи она попала на должность начальника управления патрульной полиции города Харькова Ну, чтобы все понимали, в принципе, должность полицейского это должность, которая связана с правоприменительной практикой А высокая должность в полиции, ну, это по-любому должность, которую должен занимать человек с юридическим образованием Поскольку необходимо давать оценку действиям как иных лиц, так и оценку действиям своих собственных сотрудников Для того, чтобы подтвердить свои догадки о том, что Юськевич является исключительно юристом-теоретиком Вот можно посмотреть этот видеофрагмент Моя реакция крайне негативная, поскольку нами было предпринято все возможные действия И было опять заявлено на мои хлопотания про то, чтобы взятые на опоруки Так же был депутат Верховной Рады, который так же был желанием взять на опоруки Но это было отхилено, это не было, как мы видим, в результате не принято до уважения На жаль, решение заключилось без изменений Я не думаю, почему оно оставалось без изменений Это набор слов о том, что ходатайство не было принято, а потом не было удовлетворено, не было принято во внимание Ну то есть нагородило все, что хотело Поясню, ходатайство, оно может быть либо удовлетворено, либо в удовлетворении него может быть отказано судом То есть оно может быть удовлетворено либо частично, либо полностью Ходатайство не может быть невзятого внимания То есть невзятого внимания могут быть какие-то обстоятельства, какие-то доказательства, еще что-то А ходатайство, оно рассматривается судом То есть Юскевич тут нагородила полной ерунды То есть все слова, которые я слышала, которые относятся к юриспруденции, она все и использовала Вот, ну исходя из этого у меня возникает вопрос А что же Юскевич сможет насоветовать главе национальной полиции? Ну же, Ольга Степановна, давайте Ну давайте, давайте, у вас все получится, Ольга Степановна Это необходимость В общем, я всех поздравляю с большим праздником С тем, что Ольга Юскевич теперь стала советником главы национальной полиции Ну и за ее приключениями мы теперь сможем понаблюдать уже в Киеве, а не в Харькове Ну, а харьковчанам я желаю, чтобы новый начальник управления патрульной полиции города Харькова был намного образованней Намного, скажем так, подкованней Ну и намного, наверное, лояльней гражданам и нацелен на защиту прав граждан, а не на защиту своих собственных полицейских И своего собственного кресла под пятой точкой Все, лайки ставим, на канал подписываемся, дальше будет еще интереснее